В эфире информационно-правая программа «Де Факто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Главные темы выпуска. Завершено расследование уголовного дела о ДТП с участием маршрутки в Гомеле. Гомельские автоинспекторы продолжают внедрять технические новинки. За последние пять лет гражданство Республики Беларусь получили почти 8 тысяч иностранцев. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела о ДТП с участием маршрутки в Гомеле. 30 апреля водитель маршрутки «Пежо Боксер» двигался по улице Советской в направлении Трудовой. На пересечении с улицы Ланге произошло столкновение с автомобилем «Тойота Авенсис», который ехал в направлении улицы Коммунаров. После столкновения маршрутное такси вынесло на тротуар, где оно ударилось о стену здания торгового объекта. В результате ДТП водителю «Тойота Авенсис» женщине 1979 года рождения причинены тяжкие телесные повреждения. Один из пассажиров маршрутного такси получил легкие телесные повреждения. В ходе предварительного расследования установлено, что водитель маршрутного такси двигался через перекресток с превышением допустимой скорости движения на 10 км в час. Когда водители других автомобилей стояли в правой полосе его направления движения, ожидая смены сигнала на разрешающий, водитель маршрутного такси по левой полосе выехал на перекресток на красный сигнал светофора, что и явилось причиной, по которой он не пропустил имеющий преимущество и двигающийся на зеленый сигнал автомобиль «Тойота Авенсис». Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд. Гомельские автоинспекторы продолжают внедрять технические новинки. Областная ГАИ первой в стране приобрела тренажер контраварийного управления. Что это такое и как это работает, узнали наши корреспонденты. У коллег из других областей и столицы такого оснащения нет. Это не игрушка, а тренажер, который позволяет как новичкам, так и водителям со стажем выработать реакцию на неожиданные ситуации на дороге. Органы управления и кресла регулируются, как в настоящем автомобиле. Автомобильный симулятор позволяет отрабатывать водительские навыки в любых условиях погоды в светлое и темное время суток. За каждое нарушение насчитываются штрафные баллы. По итогам экзамена система дает ответ, пройден он или нет. Пока новинку установили в областном управлении ГАИ, где ее тестируют сами сотрудники. Симулятор полностью передает дорожную обстановку, дорожные условия, моделирует все ситуации, которые могут происходить на проезжей части, на дороге. Полностью передает то ощущение, когда человек находится за рулем настоящего автомобиля. Автосимулятор будет использоваться для обучения личного состава. Программа имеет несколько степеней сложности. При тяжелых климатических условиях, при контраварийном управлении, при сопровождении колонны автобусов с детьми. Есть программа и для обучения правилам дорожного движения несовершеннолетних на велосипедах. Мы хотим данный автосимулятор здесь у себя на управлении ГАИ проэкспериментировать. Это пилотный проект, который если даст эффективность на 100%, то конечно дальше же пойдем приобретать и использовать на территории не только Гомельской области, но и будем с нашими коллегами делиться по всей Республике Беларусь. Кресла, руль и органы управления сделали в России. Программное обеспечение поставили из Евросоюза. Если результаты тестирования удовлетворят автоинспекторов, симуляторы будут рекомендованы также и для установки в автошколах региона. В Гомельской области для регулирования дорожного движения будут использовать передвижные светофоры. Об этом сообщили в областной госавтоинспекции. В самое ближайшее время два таких объекта пополнит технический арсенал ГАИ. Впервые использовать новую технику планируют в Гомеле на День города. Передвижные светофоры установят на самых оживленных во время праздника пешеходных переходах на улице Пролетарской у площади Ленина, а также на самой площади. Накануне нового учебного года в стране стартовало специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». В частности, до 5 сентября включительно водители должны днем ездить с включенным ближним светом фар. Как исполняется это требование на Гомельщине, во время специального рейда проверяли сотрудники областной госавтоинспекции. Они вышли на улицы областного центра, чтобы еще раз напомнить водителям о необходимости включения ближнего светофар. При себе инспекторы имели информационные буклеты, которые вручали нарушителям. К слову, как показал рейд, в большинстве своем автолюбителей придерживаются этого совсем несложного правила. Те же, кто попал в число нарушителей, сделали это неумышленно, как правило, из-за личной невнимательности. Забыл включить свет. Рад, что вы напомнили мне об этом. Я считаю, раз статистика показывает, что это обезопасивает как-то движение, то надо выполнять эти инструкции. Я уже вернулся с рейса и прочел в новостях, что с четверга необходимо ездить в включенном фарме свет, чтобы дети замечали. Я, как водитель и отец, все-таки это уменьшает аварийность на наших дорогах. Во время проведения контрольного рейда областной госавтоинспекции водители, которые двигались без включенного ближнего светофар, обошлись только предупреждением. Однако к 5 сентября за это нарушение предусмотрены и штрафы. Госавтоинспекция Республики Беларусь проводит с 25 августа по 5 сентября специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». В связи с этим всем водителям, двигающимся на автомобилях, нужно двигаться с включенным ближним светом фар, либо ходовыми огнями, если такие имеются. Согласно подпункта 166.9, пункта 166 правил дорожного движения. За неисполнение данного пункта идет административная ответственность в размере до полбазовой величины, то есть, соответственно, 105 тысяч нединаминированными рублями. Контрольное мероприятие на границе с Украиной провели сотрудники Управления по гражданству и миграции УВД Гомельского облсполкома совместно с представителем Погранкомитета Беларуси. В результате внепланового мероприятия была выявлена гражданка с паспортом СССР, неоднократно привлекавшаяся ранее к ответственности за нарушение паспортно-визового режима. Новая Гута – поселок на самой границе. Здесь довольно много выходцев из Украины, и не только транзитных или постоянных иностранцев, стоящих на официальном учете, но и тех, кто на родину возвращаться не спешит. С целью выявления таких граждан обследовали поселковое общежитие и ряд домовладений. Выяснилось, что некоторые уже съехали с мест регистрации, а кто-то и вовсе получил гражданство Беларуси. Приобретение гражданства растет. Так как еще события, связанные на Украине, увеличился прием заявлений о приобретении гражданства гражданами Украины. Около 130 человек за это только в 6 месяцев принято в гражданство. Из них около 150 ходатайствовали, но в соответствии с законодательством было отклонено. То есть не оформлены документы правильно на постоянное проживание. Люди в силу своих возможностей как-то переехали к нам, но документы не оформлены. Внутренне имеют украинские паспорта, а для приобретения гражданства необходимы заграничные паспорта, оформленные на постоянное проживание. И чтобы их оформить, люди не могут вернуться в Луганскую, Донецкую область. За последние 5 лет гражданство Республики Беларусь получили почти 8 тысяч иностранцев. Всего же на территории нашей области проживает более 42 тысяч иностранцев и лиц без гражданства. Для примера, в райцентре Калинковичи суммарно проживает около 40 тысяч человек. Таким образом, только из числа иностранцев набирается целый город. Но мало принять, надо еще трудоустроить. Эта женщина, 45-летняя украинка, нашла работу тут же, на молочно-товарной ферме комбината «Сош» в Новой Гуте. И только потому, что своевременно оформила все необходимые документы и заняла давно пустующую вакансию. Наш регион привлекает их тем, что у нас есть пункт временного размещения, где иностранные граждане ожидают решений по своим ходатайствам о защите и возможностью трудоустройства на период рассмотрения их ходатайств. В этой связи мы активно сотрудничаем с Гомельской областной организацией Белорусского общества Красного Креста, которые оказывают им необходимую помощь продуктами питания и средствами гигиены. Выдача специальных разрешений может быть отказана при наличии отрицательного заключения Комитета по труду, занятости и социальной защите. В настоящее время отказывают тем иностранным гражданам, которые претендуют на вакансии, на учете, на которые стоит большое количество граждан Республики Беларусь. В сложном гражданско-правовом положении остаются многие граждане уже не существующего СССР. Например, как эта 50-летняя уроженка Воркуты. Она постоянно находится на территории Беларуси и подрабатывает сторожем в дачном поселке Дружба-80. В Гомеле проживают ее родственники, граждане нашей страны. Вместе с тем, эта женщина не единожды привлекалась к ответственности за нарушение паспортно-визового режима. За 25 лет, со времен распада Советского Союза, она так и не удосужилась оформить паспорт ни в России, ни в Беларуси. Зато многие другие выходцы из СССР успели за это время получить не одно гражданство. Правда, их правовой статус под большим вопросом. Республика Беларусь как бы игнорирует приобретение другого какого-то, второго или третьего гражданства иностранного государства в отношении граждан, которые выехали за пределы Республики Беларусь после 17 августа 2002 года, после вступления в силу закона. То есть мы не признаем за гражданами, например, он является гражданином Республики Беларусь, у него есть белорусский паспорт, он выехал за пределы и приобрел гражданство иностранного государства. Мы за ним не признаем. Для нас он остается гражданином Республики Беларусь, пока он сам лично не обратится с заявлением о выходе. По всем вопросам о приобретении гражданства, гражданам необходимо обращаться по месту предполагаемого жительства в подразделение по гражданству и миграции. Однако по непонятным моментам можно обращаться по телефону 710724 в управление по гражданству и миграции. Последителям происшествия свои видео и фотоматериалы вы можете присылать к нам на электронный адрес defactogomelsobaka.gmail.com Наиболее интересные из них мы покажем в нашей передаче. Увидимся через неделю. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Субтитры создавал DimaTorzok